Учились вы у кого? Вы поступили сразу в два вуза, если не правильно. Ну, я старалась, да, поступить в два, то есть попытки и в Абгик, и в школу-студия МХАТ. Да, и в результате... Школа-студия МХАТ. Ну вот, судя по тому, что я читал, по совету Константина Райкина, каким образом и как это? Во время конкурса был задан вопрос, были ли у меня попытки поступать куда-либо еще, я сказала, что да, Абгик, и он просто сделал такое замечание, что вот МХАТ бы вам пригодился больше. Ну, вроде того. Вы считаете, в вашей профессии важнее природные данные и вот то, с чем вы родились, или школа, то, чему вас научили? Что самая существенная в вашей профессии? Задатки природные? Одно без другого, мне кажется, не может. Ну, видимо, да, но что, приоритет вы не ощущаете никакой? В каком возрасте вы для себя решили, что вы будете? Артисткой. Да. Актрисой. В пятилетнем возрасте. Ну, в пятилетнем возрасте, наверное, подавляющее большинство девочек себя в этом видит. Что вы для этого сделали в пятилетнем возрасте? Вы как-то... Ну, да, уже ни в одном интервью, конечно, я говорила. Приезжая к бабушке в деревню, у нас летом всегда устраивались такие мини-спектакли, в которых я инсценировала какие-нибудь анекдоты, сказки, какие-нибудь песенки, танцы. То есть это был такой концерт для жителей бабушкиного села, станицы. И вот, покупая билеты, приходили и смотрели на это все безобразие. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.